Сегодня мы с вами приготовим две закуски корейской кухни из моркови. И для одного вида закуски лучше использовать крупную, такую толстую морковку, а для другого вида закуски пойдет совершенно абсолютно любая морковь. Сначала мы приготовим с вами тушеную в соусе морковь. Начнем с особого вида нарезки для этой закуски. Ту часть, что ближе к кончику моркови, мы нарезаем кружками толщиной в один сантиметр, а ту часть, которая ближе к ботовочке, там где расположена ботва, обычно мы нарезаем кружками толщиной в 7 миллиметров, то есть немного тоньше. Всего же морковь нам нужна 360 грамм. Как я и говорила, мы используем лучше крупную морковь, с ней просто удобнее работать. Теперь мы должны немного обрезать края кусочков моркови. В принципе, это не обязательно, но так блюдо будет более красиво выглядеть, и сама морковь будет лучше держать форму, то есть не разваливаться. Вообще, можете ее хоть цветочками нарезать, тоже будет красиво. Обрезки мы не выбрасываем, а будем использовать их для второй нашей закуски, поэтому пока что их откладываем. Теперь мы помещаем морковь, уже нарезанную, на сковороду. Можно брать и кастрюльку. Заливаем воду, 200 миллилитров воды, и добавляем туда соль. Нужно будет пол чайной ложки. Дальше мы добавляем туда соевый соус, 2 столовые ложки. Вообще, морковь, она сама по себе сладкая. Мы начинаем с добавления соленых ингредиентов, специй. Теперь нам нужно будет довести все до кипения на сильном огне, и когда все закипит, мы накрываем крышкой, и далее готовим на среднем огне 5 минут. После этого, по истечении 5 минут, мы снимаем крышку и делаем на время огонь тихим. В это время мы добавляем следующие специи, а именно устричный соус, пол столовой ложки, он тоже даст соленость, и кетчуп. Одна столовая ложка, обычный томатный кетчуп, он добавляется по желанию. Этот ингредиент можно и пропустить. Теперь нам нужно будет все хорошо помешать, и после этого добавить еще сироп. Сироп может быть совершенно абсолютно любой. У меня кукурузный, мульет 2 столовые ложки. Добавили сироп, подсластитель, можно, в принципе, любой другой подсластитель и даже сахар. Все перемешали и опять накрываем крышкой, далее готовим 5 минут опять на среднем огне. Вообще, если вы увидите, что за по истечении вот этого времени 5 минут там еще достаточно много воды, то можно снять крышку и готовить какое-то время без крышки. Когда же у нас почти вся вода уйдет и соус загустеет, мы делаем огонь тихим и добавляем кунжутное масло пол столовые ложки и обжаренные кунжутные семена тоже пол столовые ложки. Теперь нам остается только все перемешать и если к этому времени у нас еще соус недостаточно сильно загустел, то мы продолжаем готовить на тихом огне, пока соус плотно не сядет на морковь и окончательно не загустеет, то есть не покроет ее. Вы увидите, что она как бы такая, как бы можно сказать, закрымализованная в каком-то смысле. Теперь мы все красиво укладываем на тарелку, сервировка может быть совершенно абсолютно любой, но обычно закуски подаются на плоских невысоких тарелочках и мне вот нравится выкладывать ее вот так вот редками. Такую сервировку чаще всего и встретите. Можно при подаче к столу еще раз посыпать сверху обжаренными кунжутными семенами, но это не обязательно. Блюдо такое солено-сладковатое за счет того, что и морковь сама сладкая. И мы добавляли сироп. Как видите, она вся такая как бы блестящая, покрытая сверху пленочкой. Теперь приготовим с вами кимчи из моркови. Наша вторая закуска. Нам потребуется морковь 300 грамм. Здесь можно использовать любую морковь, тонкую, толстую, неважно с какой принцип удобнее работать. И мне удобнее всего сначала нарезать ее тонкими кружочками и далее уже тонкой соломкой стиле жульен. Можно сразу все это просто нарезать на слайсере, если у вас он есть. Кладем в глубокую емкость, добавляем соль, где-то 1 чайная ложка. И все хорошо перемешиваем, распределяя соль равномерно по всему количеству моркови. И теперь нам нужно это будет настаивать 30 минут. В течение 30 минут можно еще так пару раз помешать морковь. За это время мы подготовим и нарежем с вами лук. 1, 2 часть малой луковицы. Нарезаем тонкими полукольцами. И лучше всего сразу разъединить вот эти полукольца между собой руками. Зеленый лук будет нужен где-то 1-2 пера. Вообще, количество зависит от того, насколько вы его любите, насколько вам нравится. В принципе, так же, как и лук. И нарезаем его тонкими кольцами. Теперь, после течения 30 минут, нам нужно будет отжать морковь, потому что она отдаст воду. Хорошо ее отжимаем, укладываем сразу в какую-нибудь глубокую емкость, удобную для перемешивания. И у меня лук был очень острый, поэтому я на 10 минут положила его в воду. Его я тоже слегка отжимаю, но не сильно, потому что он еще плотный и легко ломается. Теперь мы добавляем морковь и зеленый... К моркови добавляем зеленый лук, лук и измельченный чеснок 1 столовую ложку. А сначала хорошо перемешиваем между собой эти ингредиенты. И теперь остается только добавить специи. А именно, мы добавляем сахар или любой другой подсластитель по вашему вкусу и выбору 1 столовую ложку. Сюда, кстати, хорошо подойдет и экстракт сливы в данном случае. Также добавляем красный молотый перец чили-порошок 1 столовую ложку. Ну, вообще, по вкусу, все специи делал вкус. Потом попробуйте, посмотрите, как вам больше нравится. Рыбный соус добавляем 1,5 столовой ложки. Или, например, ферментированные соленые креветки соуджат можно заменить на них на 1 столовую ложку. Добавляем уксус любой 4 или 6 процента 1 столовая ложка. И все хорошо перемешиваем. И, собственно говоря, наше нехитрое блюдо готово. Нам остается только его засервировать. Кладем на сервировочную тарелку и посыпаем сверху обжаренными кунжутными семенами. Но это по желанию. Вообще, это блюдо относится к современной корейской кухне, так же, как и первая закуска, которую мы готовили. Вот это вот кимчану не предназначено для долгого хранения. Максимум вы можете продержать его в контейнере и в холодильнике одну неделю. Поэтому готовить ее в больших количествах не имеет, в принципе, смысла. Надеюсь, вам было интересно. Лайкайте, подписывайтесь. Здесь придет способ приготовления. Желаю вам приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok